В прокуратуре Кашхабльского района состоялась пресс-конференция прокурора района Евгения Зиночева и его заместителя Рустама Жакшаковова с участием районного телевидения и редакции газеты «Кашхабльские вести». Открывая пресс-конференцию, прокурор района кратко проинформировал об итогах работы прокуратуры за 2015 год и поделился планами на 2016. Здравствуйте, уважаемые жители Кашхабльского района. Сегодня мы хотели подвести итоги работы прокуратуры за 2015 год, рассказать о тех целях, которых мы добились в 2015 году и рассказать о тех задачах, которые еще предстоит решить в наступившем 2016 году. Значит, естественно, работа прокуратуры в прошедшем 2015 году строилась с учетом действующего федерального законодательства, с учетом приказов Генерального прокурора Российской Федерации, а также тех особенностей Кашхабльского района, которые имеются у нас в наличии. Естественно, внимание уделялось много противодействию коррупции, соблюдению трудовых прав граждан, соблюдению законодательства об экологии, соблюдению законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, законодательства несовершеннолетних. А в отдельные направления можно было выделить, и усиленное внимание уделялось также таким направлениям, как надзор соблюдения прав своего человека и гражданина при осуществлении уголовного преследования, В дальнейшем при рассмотрении данных уголовных геосудами, естественно, внимание уделялось вопросам профилактики совершения преступления, вопросам исполнения наказания, а также отстаиванию прав граждан, государства и муниципалитетов в ходе гражданско-процессуальных разбирательств. Значит, естественно, вот такая интенсивная работа, она позволила добиться укрепления состояния законностной территории Кашхабльского района, ну и привела к росту определенных наших ведомственных показателей. Но, значит, о нашей работе, я думаю, мы расскажем на конкретных примерах. Я освещу сферу противодействия совершению преступлений, значит, работу по надзору за проведением расследования и дознания, затрону вопросы, связанные с рассмотрением уголовных дел судами, вопросы исполнения наказания, как я уже отметил, профилактика преступлений. Мой заместитель Рустам Асланович расскажет о вопросах, связанных с организацией, осуществлением надзора, так называемого надзора за соблюдением прав совод человека и гражданина. Но, наверное, для начала я остановлюсь, как я уже отметил, на состоянии преступности на территории Кашхабльского района. В 2015 году, к сожалению, имел место рост совершения преступлений на территории Кашхабльского района. Было совершено 207 преступлений, что на 8,9% больше, чем было совершено в 2014 году. При этом, как свидетельствует статистика, рост преступлений произошел за счет роста краж в основном. Также больше было совершено таких преступлений, зарегистрировано как преступления экономической направленности. И, значит, появился такой новый вид преступлений в 2015 году, о котором я уже рассказывал при выступлениях по телевидению. Это так называемое управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. То есть преступление, предусмотренное статьей 264 со значком 1. Но следует в качестве позитивного момента отметить, что за этот же период, я имею в виду 2015 год, на территории района не было зрительства на таких преступлений, как разбой, изнасилование, поджоги. Ряд, скажем, таких актуальных преступлений и значимых снизился наполовину. Например, снизилось наполовину количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью с 6 до 3, грабежей с 4 до 2, незаконного завладения транспортом с 4 до 2, ДТП с 7 до 4, преступления, совершенных в общественных местах с 11 до 6, сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 45 до 37. На территории Кашхабльского района было зарегистрировано два сообщения о совершении преступления, предусмотренного статьей 105 частью 1. Но эти преступления были возбуждены в связи с безвестным исчезновением лиц. То есть самих трупов с криминальными телесными повреждениями установлено не было. Вместе с тем следует отметить, что, как я уже сказал, большое внимание уделялось качеству расследования и вопросам законности привлечения лиц к уголовной ответственности. В этом плане прокуратурой была взята на особый контроль работа следственных органов по расследованию уголовных дел с момента возбуждения этого уголовного дела. То есть в обязательном порядке проверялись все материалы, направляемые для возбуждения уголовного дела. Значит, изучались в постоянном режиме уголовные дела, те, которые расследовались органами как следствия, так и дознания. Естественно, по завершению расследования при поступлении данных уголовных дел давалась оценка, собственно, всему качеству проведенного расследования и законности привлечения лиц к уголовной ответственности. Значит, в необходимых случаях вносились так называемые акты реагирования как требования для того, чтобы устранить те недостатки, которые, значит, выявлялись в ходе осуществления надзорных мероприятий. В необходимых случаях, значит, отменялись незаконно приостановленные уголовные дела, те, которые приостанавливались, например, за отсутствием лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Представьте, например, отмен решения приостановлении по уголовному делу по ДТП, впоследствии была проведена необходимая экспертиза и лицо, которое было виново в совершении ДТП, оно было установлено, дело уже направлено в суд и находится в настоящем моменте рассмотрения суда. Вот, естественно, основное усилие было направлено на то, чтобы люди, которые привлекаются к уголовной ответственности, не привлекались к ней незаконно. И также было направлено на то, чтобы люди, которые привлекаются к уголовной ответственности, не задерживались незаконно, не помещались в места лишения свободы. Другим вопросом, которому также уделялось повышенное внимание, поскольку имелся рост в совершении преступления, это вопросы профилактики этих преступлений. Они напрямую взаимосвязаны как с деятельностью самих правоохранительных органов, так и с деятельностью органов местного самоуправления, органов власти. Эта проблема рассматривалась в совокупности, изучалась работа в этом плане всех заинтересованных органов и всех заинтересованных ведомств. Почему ей было уделено такое внимание? Очень простой тезис, что проще преступление предупредить, чем впоследствии заниматься его выявлением, раскрытием, направлением в суд и впоследствии все это завершается судебным рассмотрением. Намного проще, еще раз повторюсь, его предупредить. Поэтому необходимо, чтобы все органы работали слаженно и занимались этими вопросами профилактики преступления неформально, а то, что называется реально. Уделяли этому повышенное внимание. Такие нарушения связаны с недостаточностью работы профилактической. Они были выявлены как в деятельности правоохранительных органов, не дорабатывали наши полицейские в этом плане, так и в деятельности органов местного самоуправления. То же самое были выявлены факты проведения формальной такой работы. После внесения наших актов реагирования, именно представления, подходы к осуществлению этой работы были пересмотрены. И полагаю, что она была налажена уже соответствующим образом. Я считаю, что в этом плане нужно больше заниматься с лицами, которые остались без работы, не имеют постоянного источника дохода. Наверное, разрабатывать и реализовать какие-то программы с реализацией вопросов занятости этих лиц. И также на постоянном контроле держать поведение лиц, которые уже имеют девиантное поведение. То есть лица, которые привлекались к уголовной ответственности, привлекались за совершение административных правонарушений. Или то, что называется, имеют асоциальное поведение, злоупотребляют спиртными напитками. Потому что как раз среди таких лиц самое большее количество лиц, которые совершили преступление. Что еще хотелось бы отметить в своем выступлении. Также большое внимание уделялось вопросам профилактики и выявления нарушений, связанных с исполнением законодательства противодействия терроризму и экстремизму. Слава Богу, на территории нашего района ни экстремистских проявлений не было, ни совершения террористических преступлений не имело места. Надеюсь, что в дальнейшем так и будет складываться. Но вместе с тем есть факторы, которые могут способствовать совершению такого рода проявлений и совершению такого рода преступлений. Значит, нами неоднократно проводились проверки антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием, а также объектов, которые имеют социальное и общественное значение. Так, например, при проверке водонапорных башен, которые имеются почти в каждом сельском поселении, было установлено, что их антитеррористическая укрепленность оставляла желать лучшего. После внесения актов реагирования, естественно, были приняты все необходимые меры для того, чтобы техническими средствами обеспечить их антитеррористическую укрепленность. То есть были восстановлены ограждения, были установлены замки, были установлены необходимые двери там, где их не было. Также большое внимание являлось именно соблюдение этого законодательства в местах с массовым пребыванием граждан. Также вносились и представления, которые были направлены в устранение нарушения закона, а также и должностные лица, которые ведали этим вопросом, они привлекались в том числе и к административной ответственности. Другим вопросом, также работающим на профилактику, это было исключение поступления в общественные учреждения, имеющие какие-то библиотечные фонды, литературу экстремистского содержания, либо каких-то иных публикаций. Хочу сообщить о том, что есть список запрещенных экстремистских материалов, которые периодически публикуются в российской газете. И такой список необходимо иметь любому учреждению, у которого есть библиотечные фонды, для того, чтобы отслеживать поступающую литературу и сверяться с этим списком. Такие проверки проводились как в школах, так и в сельских библиотеках, но были выявлены определенные нарушения, связанные с тем, что эти учреждения не имели актуального списка экстремистской литературы. Соответственно, сверять имеющий библиотечный фонд не могли полноценно. Кроме того, проводились такие проверки с участием специалистов по доступу к запрещенным интернет-сайтам. Это в тех учреждениях, которые имеют компьютеры по подключению к сети интернет, и к которым возможен доступ неограниченного количества лиц. Это в том числе были и школы, в том числе были и здания почв, в том числе и органов местного самоуправления. А в отдельных учреждениях все-таки были выявлены возможности доступа к таким вот сайтам, которые могут впоследствии стать рассадником для вовлечения лиц в совершение экстремистской деятельности. Но после внесения актов реагирования, естественно, были приняты меры по установлению так называемых фильтров для ограничения поступления, для ограничения возможности доступа к такого рода сайтам. То, что касается остальных вопросов, например, также большое внимание уделялось вопросам поддержания государственного обвинения к рассмотрению уголовных дел нашими судами. У нас на территории Кашхабрского района имеется один федеральный суд и два мировых участка. Значит, всего за 2015 год всеми судами рассмотрено 104 уголовных дела. Значит, 75 дел было рассмотрено федеральным судом и 39 уголовных дел было рассмотрено мировыми судами. Значит, в основном у нас большее количество уголовных дел, наверное, подавляющее большинство рассматривается в особом порядке. Вот, что означает то, что не производится исследование материалов уголовных дел. Значит, выясняется вопрос, признает ли подсудимую вину, и потом уже определяется размер наказания, которое он должен принести в совершении данного преступления. Значит, из наиболее значимых таких дел хотелось бы отметить дело в отношении Михаил Ильиченко, который был привлечен к уголовной ответственности по 111 части 4 из-за причинения умышленных телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. Ну, дополнительно, как бы, точнее, не дополнительно, а ранее эта тема уже освещалась, преступление было выявлено, преступление было раскрыто. Значит, он был помещен под стражу, но и впоследствии, значит, получил реальное лишение свободы в виде 6 лет. В виде 6 лет в исправительной колонии строгого режима. Другим, как бы, значимым таким преступлением, которое имело большой общественный резонанс. Это было преступление, предусмотренное статьей 264, частью 5, это когда, значит, в августе месяце произошло ДТП около хутора Козелна Кужорский, где погибло 4 человека, это работники в ГУП «Почта России» города Лобинска. Также, значит, это преступление было расследовано качественно, передано дело в суд, и в дальнейшем, значит, виновник ДТП Бикетов, он был осужден и получил реальное лишение свободы. Вот, ну, можно еще привести, значит, ряд дел коррупционной направленности, но, я думаю, у них более подробно остановится мой заместитель. Вот, что еще, как бы, хотелось отметить. Естественно, уделялось большое внимание вопросам исполнения наказания, что, собственно, является логичным после вынесения приговора, его нужно исполнить. Значит, на территории Кашхабльского района существует и колония-поселение, где лица отбывают наказание в виде лишения свободы, и уголовная исполнительная инспекция, которая занимается вопросами исполнения наказания, не связанных с лишением свободы. Значит, в них также проводились неоднократные проверки, ну, выявлялись в том числе и нарушения законов, связанные как с неисполнением соблюдения законодательства, связанных с режимом обдувания наказания, которые устранялись после внесения актов прокурорского реагирования, так и в уголовной исполнительной инспекции, значит, ну, там тоже основное внимание было направлено именно на проведение профилактической работы с лицами, которые состоят у них на учете, чтобы эти лица, во-первых, они полно отбывали свое наказание, которым назначается, а чаще всего это наказание в виде обязательных, исправительных работ, условное лишение свободы, что подслеживалось исполнение этого наказания, иначе те принципы, ради которых оно назначалось, они просто не достигаются, издачи не выполняются. Вот, и естественно, второй момент, о котором я уже упомянул, это проведение с этими лицами профилактической работы, для того, чтобы не допустить совершения лицами, которые уже имеют наказание повторных преступлений. На это также обращалось внимание в актах прокурорского реагирования. И я надеюсь, что в этом наступившем 2016 году у нас преступлений, которые совершены повторно, из числа лиц, состоящих на учете, их уже не будет. Ну и в этой сфере, что еще хотелось бы пожелать, смеем себе, и поставить в качестве задач на 2016 год, вот, это, естественно, усиление профилактической работы в целях снижения уровня преступности и снижения количества совершаемых преступлений. Прежде всего, нужно в этом плане обратить внимание, как я уже сказал, на лиц, которые не имеют постоянного источника дохода, которые находятся в какой-то трудной жизненной ситуации, вот, которые злоупотребляют спиртными напитками, вот, которые уже привлекались к уголовной, либо административной ответственности. Потом нужно обратить внимание самих местных жителей, что, может, как бы делали на сходах граждан, которые были проведены в конце 2015 года, на необходимость принятия всех предусмотренных законным мер, связанных по обеспечению сохранности своего имущества. Вот, значит, также внимание будет уделяться это вопросам раскрываемости преступления, так как, несмотря на принимаемые меры, на территории района имеются нераскрытые преступления, вот, и нужно будет и правоохранительным органам заниматься очень активно по раскрытию данных преступлений, так как основной принцип это, чтобы каждое преступление было раскрыто, чтобы виновное лицо было установлено, осуждено, а чтобы потерпевшие, если это, естественно, возможно, получили возмещение причиненного им ущерба. Вот, над этой проблемой также предстоит работать. Хотелось бы добиться раскрытия всех преступлений, привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности. Вот, другой проблемой это является, естественно, противодействие коррупции в уголовно-правовом плане. Вот, также можно отметить, что необходимо также заниматься в уголовно-правовой сфере и выявлению преступлений в сфере ЖКХ, так как эта тема на своей актуальности не теряет. Я думаю, на этом более подробно остановится мой заместитель также. Вот, и, как бы, еще есть одна проблема, вот, которая также будет посвящена вниманию, это соблюдение конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве, в сфере уголовного судопроизводства, потому что сейчас у нас имеется, пускай незначительный, нарост преступности, и нужно постоянно отслеживать для того, чтобы те лица, которые совершили преступление, привлекались к уголовной ответственности, им назначалось справедливое наказание, а, естественно, те лица, которые не причастны, они подвергались незаконным и необоснованным уголовным преследованием. Вот, ну, если ко мне есть какие-то вопросы, я готов, как бы, на них ответить. Евгений Иванович, каких преступлений было совершено в районе больше всего? Ну, у нас, к сожалению, наиболее самым распространенным преступлением, это является совершение краж. Значит, согласно статистических данных, на территории района было зарегистрировано 118 преступлений, которые в дальнейшем были квалифицированы как кражи. Вот, ну, если общее количество преступлений 207, то 118 краж из них, это получается больше половины. Вот, как бы, ну, на это уже, я же говорю, что обращаясь внимание на сходы граждан, зачастую обстоятельствами, которые способствуют совершению вот этих вот краж, является, скажем так, безответственное отношение самих владельцев имущества к сохранности этого имущества, потому что он оставляется без присмотра, а ведь, как бы, показывают изучение уголовных дел, зачастую воруют то, что называется то, что плохо лежит. Ну, вот, где-то оставили вещь, где-то не поместили ее под замок, где-то не заперли двери, как бы, эти примеры уже конкретно приводились. Ну, вот, я же говорю, что пока что подавляющее число преступлений, это у нас совершаются кражи. Вот, кражи от именно частного имущества, причем, я говорю, воруют, ну, все буквально, начиная там от драгоценностей, денег, заканчивая носимыми там вещами, бытовой техникой, инструментами, вот, в том числе имея ли факты хищения еды, продуктов питания, в совокупности с какими-то другими предметами. Имели ли место случаи незаконного привлечения к уголовной ответственности граждан? В 2015 году таких случаев не имелось. Как я уже сказал, что судом было рассмотрено 104 уголовных дела, у нас не было ни одного факта вынесения оправдательного приговора, у нас не было, значит, случаев прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям, вот, как бы, дополнительно разъяснилось, что такое реабилитирующее и нереабилитирующее основания, пользуясь случаем. А вот, реабилитирующее основание, это когда человек фактически признается лицом, не причастным к совершению преступления, и он, соответственно, имеет право, на возмещение причиненного ему ущерба, как морального, так и материального, если такое имело место быть, например, затраты на того же адвоката. Но я говорю, что у нас в 2015 году таких случаев не имело места быть, такие дела, они не прекращались, значит, ни следствием, ни судом, также не имело случаев отказа от поддержания государственного обвинения, ну, в принципе, что и означает, что человек является невиновным. Поэтому все те приговоры, которые выносились, они являлись законными, обоснованными. Я же говорю, что случаев таких не было ни при проведении следствия, то есть в ходе самого следствия не прекращались дела, ни судом такие дела не прекращались, оправдательные приговоры не выносились. Право реабилитации за лицами у нас не признавалось в 2015 году. Какое наказание предусматривалось чаще всего в минувшем году? Чаще всего, наверное, в подавляющем большинстве случаев, их больше половины, назначалось наказание так называемой обязательной работы, обязательной либо исправительной работы, то есть не связанной с лишением свободы. Но данное наказание, назначение данного наказания, оно связано с тем, что те лица, которые привлекались в уголовную ответственность, они, как правило, привлекались за преступление средней тяжести и привлекались, как правило, впервые, имели место и смягчающие нам обстоятельства, поэтому суд счел, и мы с судом согласились с том, что возможно было назначение таких наказаний. Ну, наверное, второе место мы занимали наказание в виде условного лишения свободы, штрафы. Вот, ну, применялось также лишение свободы, но это уже, можно сказать, в исключительных случаях, к тем лицам, которые попадаются не впервые, свершили тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Но наиболее распространенные в 2015 году являются обязательные работы. С журналистами пообщался и заместитель прокурора Рустам Жакшакулов. Рустам Асланович, расскажите нам, пожалуйста, какие наиболее проблемные вопросы на территории района в сфере природопользования? Наиболее проблемными вопросами на территории Кашхабльского района в сфере природопользования является наличие полигонов твердых бытовых отходов, которые размещаются без разрешения и правоустановивающей документации. В 2015 году наиболее выявлено 5 несанкционированных полигонов ТБО на территории пяти сельских поселений. В целях устранения данных нарушений закона наиболее направлено 5 заявлений в суд общей юрисдикции. По результатам рассмотрения нескольких заявлений требования прокурора удовлетворены и в последующем места несанкционированных полигонов ТБО расчищены. В сфере землепользования каким вопросам уделялось большое внимание? В целях землепользования прокуратура Кашхабльского района уделяется особое внимание фактам недопущения использования земель без правоустанавливающих документов, учитывая тот факт, что на территории района имеются значительные площади земель сельскохозяйственного назначения. По результатам проверок в 2015 году выявлено 3 факта, когда земли сельскохозяйственного назначения, довольно-таки большие участки, обрабатывались без какой-либо разрешительной документации. По выявленным нарушениям закона главы трех крестьянско-фермерских хозяйств привлечены к административной ответственности. По ст. 7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях штрафу каждые более 40 тысяч рублей. Работа в данном направлении продолжается и носит постоянный характер. Здесь еще хотелось бы добавить, что основной целью задачи прокуратуры, например, в этом году в сфере исполнения законодательства о земельных правоотношениях будет также выявление земельных участков, которые длительное время не обрабатываются. То есть задача была поставлена президентом Российской Федерации в целях, как я уже сказал, выявления земель, которые не обрабатываются. Но в 2015 году такая работа проводилась, таких земельных участков выявлено не было, но в 2016 году эта работа будет продолжена в дальнейшем. Для того, чтобы все земли у нас использовались рационально, чтобы любой участок земли, который возможен для сельхозобработки, он использовал для получения сельхозпродукции, а не простаивал. Поэтому на это нацелены также свои усилия. В 2015 году мы знаем, что поступало много жалоб по вопросам предоставления услуг ЖКХ. Какие меры были предприняты? В 2015 году прокуратура Кашхабинского района представила внимание уделялся вопросам исполнения законодательства в селе ЖКХ. В 2014 году нами наблюдался большой рост количества обращений граждан, в частности поселка Майского, на ненадлежащие исполнение своих обязанностей управляющими компанией, в частности управляющей компанией Японии. С привлечения специалистов в жилищной инспекции Республики Адыге, Роспотребнодзора, с привлечения специалистов муниципального отдела МВД Кашхабинский, были проведены многочисленные проверки. По результатам проверок в отношении бывшего директора возбуждено одно уголовное дело за присвоение денежных средств, собранных с жителем квартирных томов поселка Майского. Кроме того, около 10 дел об административных правонарушениях в отношении управляющей компании в течение года было возбуждено. Неоднократно прокуратура района обращалась в суд о понуждении управляющей компании произвести ремонтные работы, очистку подвальных чердачных помещений, системы инженерной инфраструктуры. Можно еще добавить, основное внимание также в 2015 году было уделено подготовке к отопительному сезону, так как эта сфера является достаточно проблемной. И нашими актами прокурорского реагирования мы старались предупредить ту ситуацию, когда именно услуги по теплооснабжению представлялись бы в ненадлежащем качестве. Тем более, такие жалобы поступали в 2014 году и в начале 2015 года. То есть, приходили в прокурату люди, которые жаловались на то, что у них в квартирах просто-напросто холодно. Ну вот, кстати, в результате принятых нами в 2015 году мер, в том числе и направленных на подготовку к отопительному сезону, удалось добиться того, что после начала отопительного сезона и до конца 2015 года, и даже сейчас, уже в 2016 году, к нам не поступало жалоб от жителей поселка Майского либо других населенных пунктов, где имеются многоквартирные дома, связанных с ненадлежащим отоплением. Ну и хочется верить, что мы, значит, позволили эту ситуацию ввести в законное русло и понудить управляющую компанию, их руководству добиваться того, чтобы вот именно эти услуги по теплоснабжению осуществлялись в надлежащем качестве и осуществлялись своевременно. Может быть, они там провели какие-то организационные мероприятия, технические, но факт в том, что у нас сейчас таких жалоб нет. Вот будем надеяться, что они в дальнейшем не поступят. И вот эта вот работа в сфере ЖКХ, именно по соблюдению прав граждан, она для нас имеет очень большое значение. И как бы мы неоднократно результаты своей работы доносили до населения путем проведения сходов граждан. Например, такой сход проводился в майском сельском поселении, где обсуждалась конкретная ситуация с представлением услуг управляющей компании «Японо». Вот там рассматривать достаточно актуальные, злободневные вопросы, приглашался и руководитель этой управляющей компании «Японо» Ашев, который отвечал на вопросы жителей. И как бы там, соответственно, были сделаны предложения, как эту работу улучшить и сделать деятельность вот этих управляющих компаний для населения более прозрачной и более понятной, чтобы этих вопросов было как можно меньше. И самое главное, значит, пожелание, это чтобы у руководства этих управляющих компаний, в частности у Ашева, был прямой контакт с населением, чтобы он был доступен, чтобы они могли своевременно к нему обращаться и получать от него, во-первых, разъяснение по поступающим от них вопросам, а во-вторых, для того, чтобы разрешать те возникающие вопросы, связанные с представлением того же теплооснабжения, водоснабжения, водоотведения и так далее и тому подобное. Проводились в том числе и приемы граждан в майском сельском поселении, также в других населенных пунктах. А вот такие приемы граждан, такие исходы, я считаю, они крайне необходимы, так как позволяют на месте выяснить те больные вопросы, которые касаются многих жителей, которые многих волнуют и, может быть, на месте даже постараться многие из них разрешить и снять тут же, не удаваясь, бюрократическую какую-то переписку. Я думаю, что такие мероприятия будут проводиться и в дальнейшем. Будем выслушивать жителей, будем выслушивать поступающие от них жалобы, предложения, и, соответственно, добиваться того, чтобы те услуги, за которые люди платят деньги, чтобы они предоставлялись им своевременно и надлежащим.